Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой ажурный узор. Раппорт узора высоту 12 рядов. Для образца набираем количество петель кратное 12. Плюс одна петля для симметрии и две кромочные петли. И приступаем к вязанию. Вяжем первый ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой. И в начале ряда вяжем петлю для симметрии. Одна лицевая. И начинаем дальше вязать раппорт нашего узора. Первые две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем две петли вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном влево. Одна лицевая петля. Накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку и вторую. Разворачиваем их и провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Накид. Лицевая петля. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. Две петли вяжем вместе лицевой за заднюю стенку. Накид. Лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую и вторую петлю, разворачиваем и провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. Одна лицевая. Вот мы связали рапорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем рапорт сначала. Две вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Одна лицевая петля. Накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем две петли, разворачиваем и провязываем две вместе лицевой за переднюю стеночку. Накид. Лицевая петля. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стеночку. Накид. Лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном вправо, снимаем две петли, разворачиваем и провязываем две вместе лицевой за переднюю стеночку. Одна лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца первого ряда. Второй ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой, а все последующие петли с левой спицы будем вязать изнаночными. Вяжем второй ряд изнаночными петлями. Накиды также провязываем изнаночной петлей. Итак, изнаночными петлями будем вязать второй и все последующие четные ряды. Третий ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой и в начале ряда у нас петля для симметрии. Также вяжем ее лицевой петлей. А дальше начинаем вязать раппорт нашего узора из 12 петель. Первые две петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку с наклоном влево. Две лицевые петли, 1, 2, накид, три лицевые петли, 1, 2, накид, две лицевые петли, 1, 2. Следующие две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем две петельки за заднюю стенку, разворачиваем, возвращаем на левую спицу и провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. Одна лицевая. Вот мы связали раппорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем раппорт сначала. Две вместе лицевой с наклоном влево. Две петли вяжем вместе лицевой за заднюю стеночку. Две лицевые, 1, 2, накид, три лицевые петли, 1, 2, накид, две лицевые петли, 1, 2. Следующие две петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем две петли за заднюю стеночку, разворачиваем их и провязываем вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Одна лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт, будем вязать до конца третьего ряда. Четвертый ряд. Вяжем все изнаночные петли. Накиды также провязываем изнаночной петлей. Пятый ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой. И в начале ряда у нас идет петля для симметрии. Также вяжем ее лицевой петлей. А дальше начинаем вязать раппорт нашего узора из 12 петель. Первые две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном влево. Вяжем две петли вместе лицевой за заднюю стеночку. Одна лицевая петля. Накид. Пять лицевых петель. Один, два, три, четыре, пять. Накид. Одна лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую и вторую петлю, разворачиваем их и провязываем две вместе лицевой за переднюю стеночку с наклоном вправо. Одна лицевая. Вот мы связали раппорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем раппорт сначала. Две вместе лицевой с наклоном влево за заднюю стенку. Одна лицевая петля. Накид. Пять лицевых петель. Один, два, три, четыре, пять. Накид. Одна лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем две петли за заднюю стеночку, разворачиваем и провязываем две вместе лицевой за переднюю стенку. Одна лицевая. Вот мы связали еще один раппорт. Итак, повторяя этот раппорт из 12 петель, будем вязать до конца пятого ряда. Шестой ряд. Вяжем все изнаночные петли. Седьмой ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой. И в начале ряда у нас идет петля для симметрии. Провязываем ее лицевой петлей. А дальше начинаем вязать раппорт нашего узора из 12 петель. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. Две петли провязываем вместе лицевой за заднюю стеночку. Накид. Одна лицевая петля. Следующие две петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем две петельки за заднюю стенку, разворачиваем и провязываем эти две петли вместе лицевой за переднюю стеночку. Одна лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном влево. Провязываем две петли вместе лицевой за заднюю стенку. Лицевая петля. Накид. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую петлю и вторую за заднюю стеночку. Разворачиваем и провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. Накид. Одна лицевая. Вот мы связали рапорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем рапорт сначала. Накид. Две вместе лицевой с наклоном влево. За заднюю стеночку провязываем две петли вместе. Накид. Одна лицевая петля. Две вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую вторую петлю. Разворачиваем их и провязываем две петли вместе лицевой за переднюю стенку. Одна лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, за заднюю стеночку провязываем 2 петли вместе, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, снимаем 2 петли, разворачиваем и провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стеночку, накид, 1 лицевая. Вот мы связали еще один рапорт. Итак, повторяя этот рапорт из 12 петель, будем вязать до конца 7 ряда. В 8 ряд вяжем все изнаночные петли. 9 ряд рапорта. Кромочную петлю провязываем лицевой и в начале ряда вяжем петлю для симметрии. Провязываем ее лицевой петлей. А дальше начинаем вязать рапорт нашего узора из 12 петель. 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, 1, 2. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку и вторую. Разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вяжем вместе лицевой за заднюю стеночку. 2 лицевые петли, 1, 2. Накид, 2 лицевые, 1, 2. Вот мы связали рапорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем рапорт сначала. 1 лицевая петля, накид, 2 лицевые петли, 1, 2. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую петлю и вторую за заднюю стеночку. Разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой вяжем за заднюю стеночку с наклоном влево. 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые. 1, 2. Вот мы связали еще один рапорт. Итак, повторяя этот рапорт из 12 петель, будем вязать до конца 9 ряда. 10 ряд. Вяжем все изнаночные петли. 11 ряд рапорта. Кромочную петлю провязываем лицевой. И в начале ряда у нас идет петля для симметрии. Также вяжем ее лицевой петлей. А дальше начинаем вязать рапорт нашего узора из 12 петель. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 1 лицевая петля. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем 2 петли за заднюю стеночку, разворачиваем их и провязываем 2 вместе лицевой за переднюю стенку с наклоном вправо. 1 лицевая петля. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вяжем вместе лицевой за заднюю стеночку. 1 лицевая петля. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот мы связали рапорт нашего узора из 12 петель. Затем повторяем рапорт сначала. 2 лицевые петли. 1, 2. Накид. 1 лицевая петля. Следующие 2 петли нам нужно провязать вместе лицевой с наклоном вправо. Снимаем первую петлю за заднюю стеночку и вторую. Разворачиваем их и провязываем 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. 1 лицевая петля. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 петли вяжем вместе лицевой за заднюю стеночку. 1 лицевая петля. Накид. 3 лицевые. 1, 2, 3. Вот мы связали еще один рапорт из 12 петель. Итак, повторяя этот рапорт, будем вязать до конца 11 ряда. 12 ряд. Вяжем все изнаночные петли. Довязав 12 ряд, мы связали весь рапорт узора. 13 ряд будем вязать, начиная с первого ряда. Вот такой ажурный узор у нас получился.